Здравствуйте дорогие друзья! Мы находимся на презентации компании Dell и будем смотреть на две новинки. Первая новинка называется Dell Latitude 10. Вот она перед вами. Планшет такой достаточно симпатичный. Сейчас мы поближе с ним познакомимся. Но первое, что стоит отметить, материалы, да. Соответственно, это пластик. Весит он 649 граммов. Так, относительно легкий. Черная панелька. Сзади это soft touch пластик. Вот вы видите, что достаточно приятно такой на ощупь. Здесь вот логотипчик Dell, камера. Здесь съемный аккумулятор. Вообще на презентации было много сказано слов. Есть варианты со съемным аккумулятором, есть варианты не с съемным аккумулятором. То есть, ну, в общем, для пользователя много чего интересного. Соответственно, фронтальная кнопка, ну, фронтальная камера. Здесь вот кнопочка механическая такая. Внизу специальный коннектор microUSB. Насколько я понял, microUSB специально для заряда аккумулятора, а не для подключения периферии, например. Сверху, ну, или сбоку, это USB-шник, HDMI, соответственно, для наушников подключения. С этой стороны, что у нас там есть? Это у нас замок. То есть, тоже было уделено немножко времени именно замку. Мол, вот в компании Dell используют устройства, и они должны быть обязательно залочены, где-нибудь там привязаны к столу. Регулирование громкости. Я сожалею, что приходится в таких условиях, но, к сожалению, немножко затянули презентацию. Мне пришлось все устройства вытянуть сюда, на поверхность, так скажем. Кнопка, очень плохо видно, тут темно. Кнопка, видимо, блокировки. Кнопка включения-выключения. Ой, я сейчас, наверное, заблокировал его, что очень зря сделал. Да. А, нет, нормально, все. В предыдущем заблокировал, и ужас. Есть слот под SDK. Если коротко, по техническим параметрам, у меня есть табличка. Буду с нее, к сожалению, читать. Но, самое главное, что у нас запомнить. Вес 149 граммов. Толщина его 10,5 миллиметров. Нормальная толщина. Дальше, что у нас есть? Двухъядерный процессор Intel Atom Z2760 1.8 ГГц с технологией Intel Boost 1.5 ГГц. Ну, в общем, поехали дальше. Винда. Здесь стоит винда. Windows 8 32 либо Pro 32. 2 гига оперативной памяти. 32 гигабайта либо 64 будет встроено. 10 дюймов. Это IPS-матрица 10 дюймовая 1366 на 768. Gorilla Glass. Соответственно, что нам еще? Широкий угол обзора, прочные терротролевали. Здесь касаний. 2 мегапикселя камера основная на 8 мегапикселей. Здесь есть Wi-Fi. Вот насколько 3G есть или нет. Вроде как сказали, что здесь во всех есть 3G. В младших моделях его не будет. Аккумулятор. Так, значит, двухэлементный. Литий-ионный. 30 ватт час. Опционально четырехэлементный. Литий-ионный на 60. То есть вы можете взять, отсоединить аккумулятор, поставить более мощный. Ну, чуть толще станет, но с другой стороны все отлично. Это что касается вот этого вот устройства. Я не буду вам показывать Windows. В Windows все и так предельно понятно. Обычно Windows 8. Ну и вторая новинка. Может быть, наверное, кому-то будет более интересно. Это новинка с клавиатурой. То есть вы можете отстегнуть. Здесь вот отщелкивается. Не буду сейчас это делать. Вот такая вот клавиатура. Здесь нет русского языка. Выпуклая достаточно. Очень удобная. Можно делать различные мультитач жесты на тачпаде. Кнопочки есть. Да, есть кнопочки. Здесь памяти не очень много, учитывая, что там запихали видеоролики какие-то. Соответственно... Так, сейчас ее пододвину. Значит, здесь, насколько я понял, 32 гигабайт. Свободно 23. Вообще там, в общем, не очень много. Но это и сейчас нам не особенно важно. Так, что здесь нам стоит рассказать. Значит, сверху SD-слот. Вот оно. Что-то такая огромная шторка здесь. Наверное, там обычные SD. Не, microSD и пустота. Странно. Видимо, там еще, может быть, что-то другое будет. Кнопка включения-выключения. Камера. Так, фронтальная есть. Фронтальная камера есть. Основная камера. Что сзади? Что сзади? Ну, сзади все обычно. Soft-touch пластик. Ну, дизайн такой достаточно симпатичный. С левой стороны это специальный порт. Соответственно, USB. Здесь вот индикатор аккумулятора. С правой стороны у нас HDMI. Еще один USB-шник. Снизу... Снизу ничего такого интересного нет. Соответственно, две стойки пластиковые. Здесь не сменный аккумулятор, как в предыдущей модели. Но и здесь Windows RT. По техническим параметрам. Что нужно знать? Ну, во-первых, как я и сказал в предыдущей модели. Вот она. Вот она она. Техническая характеристика приехала. Значит, девять миллиметров здесь толщина. Вот. Qualcomm 8060 Arm. Windows RT, соответственно. Два гига оперативки. 32 встроена либо 64 встроена. Двухмегапиксельная фронталка. Основная там сзади на 5 мегапикселей. Wi-Fi здесь есть. Значит, аккумулятор 27 Вт часа до 9 часов в режиме проигрывания видео. Ну, непонятно. И 18 часов с док-станцией. То есть, в док-станцию встроен аккумулятор. Ну, там, как нам говорили, что, мол, планшет так 10 часов работает, с подставкой вот этой вот, скажем так, будет 20 часов. А весит он 600 граммов. Почему-то нам не написали остальные параметры. То есть, написано 9 миллиметров толщина и, соответственно, вес. Больше никаких наворотов нет. Экран. Это 10 дюймов здесь. HD. То есть, 1366 на 768 169. Док-станция с клавиатурой, дополнительным аккумулятором, аудиодинамиками и разъемом. Кстати, здесь сказали, что звук должен быть классный. Я не вижу здесь, кстати, динамиков. Не пойму, где они. А вот снизу, да, снизу находится динамик вот здесь. А давайте я уже его прикрою так слегка. Вот один динамик, вот второй динамик. Сам планшет, в общем, симпатичный такой. Если говорить по материалам, наверное, это все-таки пластик. Наверное, пластик, да. Здесь soft-touch пластик, сзади soft-touch пластик. Ну, а, соответственно, с лицевой стороны это глянцевая поверхность. И экран достаточно такие толстые здесь вот у нас уголки. Вот, пожалуй, все. Такие вот две новинки. Еще раз показываю их вместе. Zoom. Отхожу. Ну, мне больше нравится, конечно, на виндовый. Вот на виндовый 8 симпатичненький, легкий. И можно еще и аккумулятор менять. Но это старшая модель, младшая модель, которую нельзя делать. Ну, и, соответственно, здесь клавиатуры. RT. Вот такой вот гаджет. Всем спасибо. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова